добрый день уважаемые коллеги тема сегодняшней лекции опухоли экзоэндокринных желез а также эпителиальных покровов иначе их также называют органоспецифические опухоли сегодня в ходе лекции мы рассмотрим актуальные вопросы темы изучим понятия органоспецифические опухоли и рассмотрим отдельные опухоли экзоэндокринных желез в печени почках мочевыводящих путях рассмотрим опухоли молочной железы матки кожи яичников яичек щитовидной железы вилочковой железы гипофиза поджелудочной железы и рассмотрим также опухоли структуре онкологической заболеваемости населения мира ведущие позиции занимают следующего образования это трахея бронхи и легкие около 13 процентов молочная железа почти 12 процентов колоректальный рак 9,7 процента опухоли предстательной железы 7,8 процента желудок печень шейка матки пищевод и мочевой зель у мужчин первые места в структуре заболеваемости новообразования злокачественные новообразования у мужчин выделяют опухоли трахеи бронхов легкого предстательной железы кожи желудка ободочные кишки и другие новообразования в процентном соотношении они представлены на данной диаграмме у женщин первое место занимает рак молочной железы это ведущая онкологическая патология затем следует новообразование кожи теломатки ободочные кишки желудка шейки матки прямой кишки ректы сигмаидального соединения ануса алифатической кроветворной системы яичника трахеи бронхов легкого и так далее и так наибольший удельный вес в структуре онкологической заболеваемости у женщин имеет злокачественное новообразование органов репродуктивной системы итак органоспецифические опухоли доброкачественные и злокачественные которые развиваются только в определенном органе или происходят из клеток определенного органа и часто сохраняют морфо функциональные свойства этого органа они встречаются в экзокринных железах эндокринных железах и специализированном эпителии для чего нам нужно это знать если мы видим метастазы которые имеют конкретную морфологическую структуру мы можем определить в каком органе находится пердичная опухоль итак опухоли экзокринных желез и эпителиальных покровов источники могут быть самые разнообразные например гепатоциты могут служить служить основой для формирования доброкачественной опухоли аденомы или гепатомы или злокачественной опухоли печеночно-клеточный рак может образоваться из гепатоцитов эпители канальцев почек может быть источником образования доброкачественной опухоли аденомы или почечно-клеточного рака в почке метанефрогенная ткань может быть источником образования злокачественной опухоли нефробластома в молочной железы эпители альвеол и выводных протоков доброкачественная опухоль на основе этого эпители фиброаденома она бывает разной гистологической структуры периканалекулярной или интраканалекулярная а также различные варианты рака дольковый протоковый рак на месте рак не специфический болезнь бюджета из эпидермиса соска и ареолы эпители протока в молочной железе вот такие органоспецифические опухоли мы видим в молочной железе в матке трофобластическая болезнь которая образуется из оболочек хориона доброкачественный вариант пузырный занос и злокачественная это деструирующий злокачественный пузырный занос хориона петелиома или хорион карцинома синонимы в коже могут быть самые различные опухоли из эпители протоков потовых желез серингаденома или рак потовой железы эпители секрет и секретурных протоков гидроденома потовых железа или рак эпители волосяных фолликулов трихоэпителиома эпители разных отделов придатков кожи из него формируется базарно-клеточный рак подробнее поговорим о всех этих опухолях перед вами печень доброкачественная опухоль на этом рисунке внизу справа мы видим макропрепарат печени на разрезе и видим под капсулой печени неправильно округлой формы образования четко ограниченная от окружающих тканей эта опухоль не инфильтрирует а сдавливает как бы раздвигает окружающие ткани образуют вокруг себя псевдокапсулу и вот такая пестрая достаточно картина желтовато-зеленоватого цвета эта опухоль называется аденома или гепатома каков гистогенез то есть из каких гистологических структур происходит эта опухоль это опухоль родом из гепатоцитов мы видели с вами микроскопически а вверху мы видим микроскопическую картину где опухолевые клетки они лишены признаков атипизма на лицо только тканевой атипизм эти клетки образуют своеобразные тяжи цепочки мы не видим здесь патологических методов это доброкачественная опухоль гепатома а вот следующий микропрепарат это уже злокачественная опухоль или печеночно-клеточный рак обратите внимание на лицо выраженный клеточный атипизм патологические методы фокусы некроза опухолевой ткани печеночно-клеточный рак это органоспецифическая опухоль происходит из малодифференцированных гепатоцитов макроскопически имеют форму узла который не четко ограничен от окружающей ткани они прорастают ткань печени микроскопический опухоль как мы уже видели на рисунке вверху справа построена из атипических гепатоцитов которые иногда формируют трубочки тубулярная форма иногда располагаются в виде цепочек или тропеку эта опухоль чаще всего метастазируют лимфогенно в лимфоузлы ворот печени и нужно отметить что печеночно-клеточный рак нередко возникает на фоне цирроза печени на этом препарате мы видим узлы печеночно-клеточного рака вы видите опухоль прорастает при лежащей ткани вы видите отсевы опухоли инфильтративный диффузный рост и возникла эта опухоль рак на фоне цирроза печени посмотрите мелкие узлы цирроза мы видим такую зеленоватую окраску за счет пропитывания желчью это печеночно-клеточный рак который развился на фоне цирроза по сравнению с предыдущими видите здесь светлые такие богатые липидами а здесь темные за счет чувствительности к основным красителям это бозофильная аденома имеет строение строение тубулярной солидной или по типу цистопопилломы ну вот здесь больше цистопопилломы такие сосочки покрытые темным бозофильным эпителием опухоли иногда достаточно велика может даже достигать размеров самой почки ацедофильная аденома это редкая опухоль она достигает больших размеров имеют также тубулярное солидное или папиллярное строение клетки опухоли полигональные достаточно светлые с ацедофильной зернистостью цитоплазмы рак почки почечно-клеточный или гипернефроидный рак существует несколько вариантов гистологических вариантов такого рака светлоклеточный или гипернефроидный вот этот рисунок иллюстрирует именно такую опухоль это самая частая абсолютное большинство опухолей почек именно светлоклеточный или гипернефроидный рак 85 процентов злокачественных опухолей существует еще вариант зернистоклеточный железистый или аденокарцинома почки саркомоподобный веретено или полиморфно-клеточный и смешанно-клеточный рак итак давайте подробнее все-таки остановимся на наиболее частой форме рака почки вот макроскопически мы видим почку видите вот почка на разрезе и вот в нижнем полюсе мы видим опухоль она также на разрезе видите она имеет множество кровоизлияний такое дольчатое строение итак светлоклеточный или гипернефроидный рак наиболее часто встречаемая злокачественная опухоль почек имеет в виду зла мягкой пестрой ткани гистогенез то есть из каких клеток образованная эта опухоль это малодифференцированные клетки эпителия почечных канальцев гистологически мы видим под микроскопом что эта опухоль состоит из содержащих липиды светлых полигональных и полиморфных клеток с многочисленными методами посмотрите здесь показаны эти клетки действительно они все разные то есть полиморфизм характерен существуют признаки патологических методов ну вот например патологический метод мы видим ядра гиперхромные крупные раковые клетки образуют альвеолы дольки железистые сосочковые структуры их разделяет скудная строма с синусоидными сосудами характерны для этой опухоли некрозы и кровоизлияния характерно прораст опухоли в лоханку рост ее по венам так называемую опухолевую тромбу рано возникают гематогенные метастазы в легкие кости печень и противоположную почку железистый рак или адена карцинома почки она имеет вид мягкого пестрого узла посмотрите пожалуйста вот здесь макропрепарат почки на разрезе и верхнем полюсе большую часть ткани почки замещает узел опухоли которая действительно пестрая за счет кровоизлияния очагов некроза и если бы была возможность ее пощупать то вы бы почувствовали что она имеет такую мягкую консистенцию гистологический препарат из этой опухоли представлен справа опухоль состоит из тубулярных сосочковых структур клетки атипичные с гиперхромными ядрами рак прорастает почечную ткань и дает гематогенные метастазы очень характерная опухоль нефробластома это опухоль Вильямса одна из самых частых злокачественных опухолей детского возраста пожалуйста запомните что нефробластома характерна для детей болеют дети до 7 лет природа этой опухоли или гистогенез связан с эмбриональной почечной тканью посмотрите на этом препарате мы также видим зачатки нефронов на различной стадии развития и нефрогенная ткань опухоленная нефробластома или опухоль Вильямса макроскопически долго растет в виде узла метастазирует гематогенно в легкие макроскоп переходим к мочевыводящим путям лоханка мочеточники и мочевой пузырь доброкачественная опухоль переходно клеточная папиллома она происходит из переходного эпителия часто малигнизируется и переходит в рак ну вот здесь показан на препарате нормальной эпителии или уротелии который образует покрывает сосочки и это характерно для папилломы потому что клетки не имеют признаков клеточного атипизма только тканевую злокачественная опухоль это переход на клеточный рак гистогенез опухоли связан с мало дифференцированными клетками переходного эпителия то есть незрелыми клетками переходного эпителия рост этой опухоли как и характерно для любой злокачественной опухоли он инфильтративный или инвазивный опухоль метастазируют чаще лимфогенно в регионарные ближайшие к опухоли к почке лимфоузла переходим к молочной железе доброкачественная опухоль молочной железы наиболее частая опухоль доброкачественная это фиброаденома она происходит из железистого эпителия молочных протоков в опухоли хорошо развита струма макроскопически мы видим инкапсулированный узел плотной консистенции белисоватого цвета с четкими границами микроскопически мы видим разрастающиеся протоки молочной железы выраженная струма и мы видим признаки тканевого атипизма по строению фиброаденомы бывают переконолекулярные когда струма окружает протоки интраколекулярные когда струма врастает протоки и смешанный вариант опухолей вот посмотрите на рисунке слева мы видим струма окружающие протоки поэтому протоки достаточно широким просветом хотя есть и протоки с более узким просветом то есть слева рисунок больше схож со смешанной фиброаденомы а вот справа мы видим интраконолекулярную узкие просветы протоков молочной железы которые сужены за счет давления разрастания фиброза как опухоль на фоне которой может формироваться последующим новообразованием переходим к раку молочной железы последняя классификация двенадцатого года выделяет различные варианты эпителиальных опухолей в том числе микроинвазивный рак инвазивный рак не специфического типа подчеркиваю это наиболее частый вариант рака молочной железы инвазивный дольковый рак тубулярный крибреформный медулярный различные эпителиальные опухоли внутрепротоковые пролиферативные поражения и опухоли соска или болезнь бюджета вот посмотрите на этих двух препаратов макроскопическая характеристика за счет инвазивного роста еще один макропрепарат посмотрите удаленная молочная железа вот кожа на поверхности молочной железы мы видим здесь вот дольки молочной железы и в центре крупный опухолевый узел который прорастает ткань молочной железы у него нет четких границ это рак молочной железы большинство раков молочной железы развивается из терминальной дольково протоковой структурной единицы поэтому последнее время вот такие варианты рака чаще называют инвазивный рак неспецифического типа существует неинфильтрирующий неинфильтрирующий дольковый рак или дольковый рак на месте он возникает мультицентрично имеет солидные железостые варианты развивается в неизмененной дольке или на фоне дисгормональной доброкачественной дисплазии возложен переход в инвазивную форму рака неинфильтрирующий внутри протоковый рак на месте он может быть сосочковым угревидным и криброзным в своей гистологической картине посмотрите рисунок справа это вариант сосочкового рака вы видите множество таких мелких сосочков этот это опухоль заполняет просвет расширенных протоков но как видите не выходит за их пределы весьма характерная картина угревидного рака он возникает мультицентрично но обычно ограничивается одним сегментом железы внутри протоковое разрастание анаплазированного эпителия подвергаются некрозу вот этот центральный некроз или еще комета некроз называется этот эти называются эти изменения эти некротические иногда обозвесленные массы опухоли выдавливаются при ее разрезе из протока в виде белисоватых крошащихся пробок вследствие чего он и назван был угребным креброзный рак на рисунке слева посмотрите как будто такой кружевной рисунок как в кружевах мы видим отдельные отверстия дырочки разной величины так креброзный рак гистологически имеет вид решетки из-за образования просветов на месте погибших клеток инвазивный рак неспецифического типа это наиболее частая форма рака молочной железы и инвазивный дольковый рак здесь мы видим характерные такие цепочки опухолевых клеток их еще называют цуги стрелочками показаны эти структуры которые позволяют установить знаки протокового рака молочной железы просто на этом рисунке этот фрагмент не попал в гистологический препарат рак развивается из-за петелия как крупных так и мелких протоков и вот этот участок где мы видим неспецифическую карциному гриевидный гриброзный рак который также является компонентом болезни беджет переходим к матке доброкачественные эпителиальные опухоли матки довольно часто это полип эндометрия который образуется из эпители желез базального слоя эндометрия полипы могут быть одиночными и множественными посмотрите на этом рисунке мы видим строму и также множество желез которые некоторые из которых кистозно расширены в ножке полипа мы видим множество полнокровных сосудов рак эндометрия посмотрите или рак матки на этом рисунке мы видим в области дна опухоль которая прорастает матку отличается инвазивным ростом не имеет четких границ рак эндометрия одна из наиболее частых злокачественных опухолей женщин она растет экзофитно в виде выраста в полость матки реже диффузно рак поражает весь эндометрий и прорастает в толще эндометрия что мы видим гистологически это аденокарцинома различной степени дифференцировки она может быть высоко умеренно и низко дифференцирована аденокарцинома от степени ее дифференцировки зависит и подход к лечению в матке встречается трофобластическая болезнь пузырь которая связана с тканью плаценты выделяют пузырный занос доброкачественный инвазивный пузырный занос хоринкарциному и трофобластическую опухоль плацентарного ложа вот справа мы видим пузырный занос посмотрите множество таких мелких пузырьков иногда более крупных как гроздья винограда это измененные ворсинки хориона с характерными гидропическими изменениями стромы вот эти ворсины в них мы видим выраженный отек цистерны заполненные жидкостью это картина пузырного заноса выделяют пузырный занос и инвазивный пузырный занос который прорастает стенку матки инвазивный или деструирующий пузырный занос посмотрите пожалуйста мы видим здесь матку она как шар стенки ее истончены она полностью заполнена такими мелкими пузырьками во что превратился ворсинчатый хорион справа и слева придатки матки и мы видим в отдельных участках эти пузырьки как бы прорастают стенку матки инвазивный или деструирующий пузырный занос при этом происходит прорастание ворсинхурия на вены миометрия прорастание стенки матки распространение на органы малого таза в матке и других органах влагалище легкие появляются вторичные очаги роста опухоли ворсины имеют небольшие размеры но мы видим пролиферирующий трофобласт в котором преобладают синсетиальные клетки деструирующий пузырный занос в половине случаев трансформируется в хорион карциному и так хорион карциному посмотрите даже если не вы не будете знать название опухоли то увидев такой гистопрепарат у вас не будет сомнения что это опухоль злокачественная потому что на лицо выраженный клеточный атипизм посмотрите гигантские клетки нету двух клеток похожих на друг на друга они полиморфны имеются патологические метозы опухоль не имеет струмы опухолевые клетки как бы плавают в крови причем мы выделяем два типа клеток гистопрепарате клетки которые которые предшественникам которых являются клетки ланганца и то есть клетки цитатруфобласта и клетки предшественникам которым являются клетки синцит и синцитит трофобласта еще один препарат хорианкарцинома струма в опухоли отсутствуют сосуды имеют вид полостей высланных клетками опухоли здесь часто кровоизлиянием клетки опухоли легко проникают в кровь дают гематогенные метастазы запомните первые метастазы появляются в легких хорианапителеума это гормонально активная опухоль ее развитие сопровождается выделением гормона гонадотропина который обнаруживают в моче поэтому определение уровня ретитра гонадотропина его нарастание является диагностическим маркером этой опухоли очень редко прошу запомнить очень редко хорианапителеума имеет тератогенное происхождение поэтому она может возникнуть у женщин в яичнике а у мужчин в яичке средостеней стенки мочевого пузыря такие хорианапителеумы называют эктопическими посмотрите еще раз на эту опухоль множество кровоизлияния крупные более светлые клетки это клетки цитотрофобласта атипические или атипические клетки клетки ланганца и синие такие гиперхромные клетки это клетки типа сенсития трофобласта или сенсития переходим к коже мы видим на рисунке слева кожу и на ней опухоль опухоли кожи многочисленные возникают из эпидермиса придатков кожи потовых сальных желез волосяных форикул они могут быть доброкачественные опухоли с местно деструирующим ростом и злокачественные опухоли важнейшие опухоли серингаденома гидроденома трихоэпитериума базально-клеточный рак или базилиума злокачественные опухоли развивающиеся с придатков кожи это рак потовых желез рак волосяных форикул они встречаются серингаденома это доброкачественная опухоль из эпителия протоков потовых желез она бывает сосочковая тубулярная для сосочков характерно образование сосочку покрытое двуслойным эпителем для второй беспорядочно расположенной тубулы высланной также двуслойным эпителем гидроаденома это доброкачественная опухоль из секреторного эпителия потовых желез с сосочковыми вырастами эпителия тригоэпителиома это опухоль из волосяных фолликулов посмотрите вот здесь мы видим роговое вещество такие кисты характерные заполненные роговым веществом это один из признаков этой опухоли порочно развитые волосяные фолликулы и плоскоэпителиальные кисты которые заполнены роговым веществом довольно часто опухоль которая патологоанатомом чаще всего приходится встречать среди других злокачественных новообразований кожи это базально-клеточный рак или базалиум это опухоли сместно деструирующим ростом рецидивируют редко метастазируют расположены чаще на шее лице или глубокой язвы опухоль нередко множественная она состоит из мелких округлых овальных или веретенообразных клеток с ободком базофильной цитоплазмы напоминающей базальные клетки эпидермиса бежмис клеточных мостиков клетки расположены тяжами или гнездами в которых появляются образования подобные придаткам кожи итак базалиума вот мы видим такой солидный вариант опухоли обратите внимание на поверхности изъязвления этой опухоли опухоль растет как бы в глубину подлежащих тканей но то что имеется поверхностное изъязвление это также является неблагоприятным клиническим маркером опухоли опухоли эндокринных желез яичники яички щитовидная железа околощитовидные железы надпочечники вилочковая железа поджелудочная и опухоли желудочно-кишечного тракта органоспецифические мы видим слева табличку вы увидите в вашем учебнике слева источник опухолей справа в центре доброкачественные и справа злокачественные варианты опухолей начнем с яичников опухоли яичников в зависимости от происхождения разделяют на эпителиальные опухоли струмы полового тяжа и герминогенные опухоли в каждой из этих групп мы видим доброкачественные и злокачественные варианты новообразования Начнем с довольно частой доброкачественной опухоли. Это сирозная цисаденома. Это эпителиальная доброкачественная опухоль яичника, часто односторонняя. Представляет собой кисту, иногда достаточно больших размеров, с гладкой поверхностью. Посмотрите, здесь мы видим такую кисту и две отдельные полости. Вот еще одна в глубине полость этой кисты, то есть такая многокамерная киста. Белесоватого вида на разрезе и эти кисты заполнены сирозной жидкостью. Под микроскопом мы видим, что высланы такие кисты эпителием. Вот он, однослойный эпителий. Напоминаю трубные или цивикальные эпители. Иногда мы видим попиллярные разрастания и мы назовем такую пухоль попиллярная цисаденома. Смотрите на этом препарате. Муцинозная цисаденома яичника или псевдомуцинозная кистома. Это доброкачественная эпителиальная опухоль. Она имеет вид однокамерной или многокамерной кисты. Обычно односторонняя, может достигать очень больших размеров и массы. Иногда даже до 30 килограмм. Такая большая опухоль. Под микроскопом мы видим здесь муцинозную цисаденому или псевдомуцинозную кисту. Мы видим кисту, высланную эпителием, продуцирующим слизи. Мы видим, что здесь полости заполнены слизью. Высланные такие кисты высоким призматическим эпителием, напоминающим эпители кишки. Сицернирующим слизи, мукоит. Иногда мы видим сосочковые выросты эпители в просвет кисты. Это сосочковая муцинозная цисаденома. Иногда стенка муцинозной кисты разрывается. Ее содержимое сливается в брюшную полость. И возникает псевдомексома брюшины. Нужно знать, что возможна имплантация клеток кисты в брюшину. В результате в брюшной полости накапливается большой объем, выделяемый клетками слизи. Злокачественный вариант. Это псевдомуцинозная цист карцинома. Или рак из псевдомуцинозной кисты. Это злокачественная муцинозная эпохрия яичника. Она состоит из многослойных пластов атипических клеток. Слизеобразующая функция их снижена. Такие клетки образуют железистые, солидные, триброзные структуры. И для этой опухоли характерны также фокусы некроза. На этом препарате справа вверху мы видим характерную картину доброкачественной опухоли стромы полового тяжа Текума. Она плотна, односторонняя, желтоватого цвета на разрезе. Такая опухоль наблюдают чаще у женщин старше 50 лет. При этом она может отличаться гормональной активностью, а может быть неактивной. И поэтому данная опухоль напоминает фиброму. Состоит из переплетающихся пучков веретенопазных клеток. Гормонально активная Текума, она продуцирует эстрогены. Соответственно, характерные изменения в организме женщины. У девочек это преждевременное созревание, расстройство менструального цикла у молодых женщин, метрорагия, нерегулярные маточные кровотечения у пожилых женщин. Возможно, гиперплазия и децидуальное превращение слизистой оболочки в матки. Текума злокачественная. Это редко встречаемая опухоль. Но здесь уже появляется клеточный типизм. Это опухоль, построенная из круглых, веретенообразных и полиморного вида клеток, которые напоминают саркоматозные клетки. Гормональная активность проявляется редко. Но вот здесь стрелочками показаны патологические метозы в опухоли, что подчеркивает ее злокачественность. Очень характерная гистологическая картина на этом рисунке. Обратите внимание, гранулезоклеточная опухоль или фолликулума. Это доброкачественная опухоль полового тяжа яичника. Часто эта опухоль односторонняя. Представляет собой узел с бугристой поверхностью на разрезе серо-желтая с очагами кровоизлияния. Источником опухолевого роза являются гранулезы яичника. Основным элементом являются мелкие округлые клетки, имеющие бозофильное ядро и тонкий ободок цитоплазма. Клетки образуют репикулярные или аденоматозные структуры. Посмотрите, как они располагаются в виде таких розеток. Это гормонально активная опухоль в крови и моче определяет высокое содержание эстрогенов. Макроскопически выглядит опухоль следующим образом. Вы видите, что она желтоватая рассветом. Имеет такое дольчатое стравение. Отдельные мелкие дольки, разделенные прослойками с этой тканью. Гормональное влияние проявляется герсутизмом или повышенным оволосением. Преждевременным половым созреванием, аминореем, железостокистозной, гиперплазией. Опухоли яичка встречаются сравнительно редко. Отличаются большим разнообразием. В зависимости от характера тканевого зачатка. И соответственно выделяют герминогены опухоли, которые возникают из незрелых половых клеток. Опухоли из клеток ганадной струны. Опухоли, возникающие одновременно из герминогенных элементов и клеток ганадной струны. И опухоли из оболочек яичка и тканей придатков. Семенома. Это дисгерминома или герминогенная, злокачественная и наиболее часто встречаемая опухоли яичка. Ее наблюдают у мужчин в возрасте 40-50 лет. Нередко при крипторхизме. Опухоль состоит из одного или нескольких узлов белой эластической ткани с очагами некроза. Состоит эта опухоль из скопления тяжей, пластов, крупных, содержащих гликоген светлых клеток. Вот обратите внимание очаги этих клеток. Хроматин в ядрах распределен неравномерно. Много атипических метозов. Струма состоит из нежной волокнистой светильной ткани. И обратите внимание, она обильно инфильтрирована лимфоцитами, плазматическими клетками. Иногда с примесью эзинофила. Первые метастазы опухоли появляются в около аортальных и подвздошных лимфоузлах. А также гематогенные метастазы в легких, печени, почках и плевре. Опухоль ганадной струмы возникает из гландулоцитов или лейдиковских клеток. Вносит название опухоль из клеток лейдика или лейдикумы. Опухоль из сустентоцитов или сиртолиевых клеток. Называют опухоль из клеток сиртули. Оба вида клеток встречаются редко, имеют доброкачественное течение. Опухоль из клеток лейдика вызывает преждевременное половое созревание у детей, а у взрослых гинекомастию. Опухоль из клеток сиртули проявляется в феминизации и гинекомастии. И вот гистологически она выглядит вот именно таким образом. Переходим к щитовидной железе. Каждая клетка щитовидной железы, А, Б, С, может стать источником доброкачественного опухоль аденомы. Вот на этом рисунке мы видим аденому щитовидной железы. Видите, четко ограниченный узел, ограничит окружающие ткани. И из этих же клеток могут возникать различные виды рака. Вот на этом препарате мы видим аденому. Фолликулярная аденома развивается из А и Б клеток. Приближается по строению щитовидной железы. И мы видим мелкие и более, отдельные мелкие, отдельные более крупные фолликулы. То есть она бывает микрофолликулярная, бывает макрофолликулярная, бывает смешанная. Солидная аденома происходит из С-клеток, выделяющих кальцитонин. Мы видим опухолевые клетки крупные, со светлой оксифильной цитоплазмой. Располагаются среди заполненных коллодом фолликулов. Опухоль с кистозными образованиями, ветвящимися сосучковыми структурами. Это папиллярная аденома щитовидной железы. Обратите внимание на вот эти сосучки. Наличие таких папиллярных структур в аденоме, это очень неблагоприятный признак и может свидетельствовать о моллиганизации опухоли. Рак щитовидной железы нередко развивается из аденома. Фолликулярный рак возникает на основе фолликулярной аденомы и состоит из ацепичных фолликулярных клеток, прорастающих капсулы из стенки сосудов. Часто возникают гематогенные метастазы в кости. Уважаемые коллеги, хочу отметить, что рак щитовидной железы, фолликулярный рак, это довольно непростой диагноз для патологоанатома. поскольку для того, чтобы сказать, что это рак, а не доброкачественный процесс, недостаточно иметь признаки клеточного атипризма в опухоли. Патологоанатом обязательно должен найти инвазивный рост, вот здесь на вкладке он показан, инвазивный рост в капсулу, просвет сосуда, и именно это, какие-то тромбы опухолевых клеток в сосудах, именно это будет говорить о том, что это рак щитовидной железы. Один из вариантов опухоли – это пролиферирующая струма ланханца, в которой отсутствует выраженный клеточный атипизм, но появляется склонность к инфильтрирующему росту и метастазированию. Фолликулярный рак из А-клеток имеет сравнительно благоприятное течение и прогноз. Метастазы возникают в поздние сроки болезни, рак из Б-клеток протекает медленно, но прогноз его менее благоприятный, так как рано появляются метастазы в легкие и гости. На этом препарате мы видим папиллярный рак. По частоте он занимает первое место среди злокачественных опухолей щитовидной железы. Здесь легче установить диагноз, чем при фолликулярном раке, когда мы видим вот такие папиллярные структуры, покрытые атипичными клетками. Здесь уже диагноз достаточно очевидный. Местами сосочки вырастают в стенку полостей, в капсулу опухоли. Одна из разновидностей папиллярного рака, развивающаяся из А-клеток, это склерозирующая микрокарцинома или микрокарцинома в рубце, обнаруживаемая случайно при микроскопическом исследовании. Солидный или медулярный рак с амилоидозом струмы гистогенетически связан с С-клетками, что подтверждено наличием в опухоли кальцитонина и сходством ультраструктуры клеток опухоли с С-клетками. В струме опухоли выявляют амилоид, который образуется опухолевыми клетками, так называемый опуд-амилоид. Недифференцированный рак развивается преимущественно у пожилых людей, чаще у женщин, построенный из гнезд беспорядочно расположенных клеток различной величины, иногда очень мелких, это мелкоклеточный рак, или гигантских, гигантоклеточный рак. Смотрите, здесь характерный такой гигантоклеточный рак, крупные клетки, выраженный полиморфизм, патологические меметозы. Тут достаточно легкий вариант для потомокоматомической диагностики. Переходим к околощитовидным железам. Доброкачественная опухоль носит название аденомы. Она развивается из главных клеток. Мы видим атипические клетки с гиперхромными ядрами, которые образуют ацинусы, тробекулы, кисты, сосучковыми разрастаниями. Опухоль гормонально активная. Сопровождается гиперпаратириозом, который лежит в основе фиброзной остеодистрофии. Рак околощитовидной железы встречается достаточно редко и не имеет специфических морфологических черт. Переходим к надпочечникам. Доброкачественные гормонально активные злокачественные опухоли надпочечников развиваются из клеток куркового или мозгового слоя. Доброкачественные опухоли икоркового вещества надпочечника адренокортикальной аденомы имеют самое различное строение. Светлоклеточная адренокортикальная аденома, как на рисунке, представленном на этом слайде, она построена из крупных со светлой цитоплазмой клеток, который содержит липиды. Эта опухоль проявляется гиперальдостеронизмом. В клинике мы видим вот таких больных синдром Кона. И такую аденому еще называют альдостеромой. Темноклеточная адренокортикальная аденома состоит из мелких темных клеток, которые содержат липофусы, образуют анастомозирующие тяжи. проявляется андрогенной активностью, еще ее называют андростеромом. Соответственно, в клинике мы видим признаки вирилизма или омужествления. Реже развивается синдром Кушинга. Смешанная адренокортикальная аденома или кортикостерома состоит из светлых и темных клеток. И в клинике проявляется гиперкортицизм, синдром Кушинга. Гломерулезоклеточная аденома построена из пенистых клеток, не содержащих липидов. Структура опухоли напоминает клубочковую зону надпочечника. Клинические проявления связаны с избыточной продукцией минерал-кортикоидов. Злокачественная опухоль коркового вещества надпочечников это адренокортикальный рак, имеет полиморфное строение, характерен инвазивный рост, преимущественно гематогенное мистестазирование и встречается эта опухоль достаточно редко. Мозговое вещество надпочечников доброкачественная опухоль фиохромоцитома это гормонально-активная опухоль, обычно односторонняя, на разрезе серо-красного или бурого цвета. Гистологически мы видим полиморфные клетки со светлой цитоплазмой или клетки хромофильной ткани, которые выделяют катехоламины, соответственно в клинике повышено артериальное давление и другие расстройства у больного. Злокачественная опухоль мозгового вещества надпочечников это злокачественная фиохромоцитома или злокачественная фиохромобластома. Здесь уже четко выражен клеточный антипизм, но такая опухоль встречается крайне редко. Переходим к вилочковой железе. Доброкачественные и злокачественные опухоли вилочковой железы называют тимоммы. Они развиваются из кортикальных и медулярных петляльных клеток, имеют вид одного или нескольких инкапсулированных узлов, могут прорастать в органы переднего средостения, клиническое отечение бессимптомное или с явлениями сдавления окружающих органов и аутоиммунными заболеваниями. В клинике у больных могут быть симптомы миостынии, системной красной волчанки, могут появляться признаки ревматовидного артрита или иммунодефицитных синдромов. В зависимости от степени инфильтрации ткани опухоли выделяют тимоммы выделяют тимоммы с минимальным, умеренным и значительным количеством лимфоцитов. Картикально-клеточная тимомма развивается из картикального эпителия клеток тимических телец, построенная из крупных полигональных клеток с округлыми светлыми ядрами, часто злокачественная. Медулярно-клеточная тимомма происходит из эпителия мозгового вещества. Гистологически мы видим вытянутые клетки с овальными темными ядрами, которые образуют гнезда и тежи. Это веретеноклеточная тимомма. Обычно имеет добро-качественный характер. Смешаноклеточная имеет сочетание перечисленных выше двух типов. И, наконец, гранулематозная тимомма. Здесь мы видим среди опухолевых клеток атипические многоядерные петелиальные клетки, похожие на клетки Березовского-Штернберга при лимфогранулематозе. Это мы немножко позднее будем изучать. В гипофизе мы выделяем аденомы хромофобную, асенофильную и бософильную. гормонально-активные аденомы гипофиза это самототропная она эсенофильная аденома пролактиновая или хромофобная эсенофильная аденома аденома из клеток секретирующих АКТГ хромофобная или бозофильная аденома 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 из клеток секретирующих тереотропный гормон это также хромофобная либо бозофильная аденома аденома из клеток секретирующих фолликулостимулирующий гормон она может быть иметь строение хромофобная хромофобная аденома наблюдается довольно редко у евнухов и злокачественные аналоги аденома гипофиза это различные варианты рака эпифиз пенеолома состоит из железистого эпителия нейрогли встречается довольно редко вызывает обмены и гормональные нарушения переходим к поджелудочной железе опухоли островкового аппарата поджелудочной железы относят к опухолям апудсистемы они называются апудомы аденомы из клеток островков инсулумы это гормонально активные опухоли различают три вида инсулума инсулума из п-клеток продуцирующих инсулин п-инсулума которая проявляется гиперинсулинизмом и гипогликемией инсулума из а-клеток продуцирующих гликогон а-инсулума которая проявляется пароксизмальной или постоянной гипергликемией инсулума из уай-клеток синтезирующих гастрин она проявляется образованием язв в желудке двенадцатиперстной кишки кульцерогена инсулума и составляет сущность синдрома золингера эллисона злокачественные варианты инсулума это злокачественные инсулумы могут сохранять моя презентация завершена желаю вам самостоятельно еще раз изучить материал учебнику посмотреть презентацию и подготовиться успешно к практическому занятию коллоквиуму и будущему экзамену спасибо за внимание спасибо 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 Продолжение следует...